Майк Вы помните, на протяжении последних недель мы изучали послание к Ефесянам. И на той неделе был мой друг Майк. Мы дали ему возможность проповедовать. Я вот буду делать четыре урока, сегодня четвертый последний урок по книге Ефесянам. Я предлагаю вам, конечно, если вы хотите. Чтобы вы пересматривали эти видео, потому что они есть на нашем канале. Я думаю, что послание к Ефесянам короткое. Но там есть абсолютно все для того, чтобы иметь нормальному верующему для жизни. И если вы понимаете все то, что Дух Божий через Шауля пишет в этом послании, то у вас все хорошо, отлично. Давайте вспомним некоторые вещи, которые мы уже говорили. И Павел Шауль говорит, что с воскресением Мессии Ефесянам можно сделать многое, да? Многое. Многое можно сделать. Дворим, меоди кроним, биладав и ефшар. Очень важная вещь. Без Него ничего невозможно сделать. Из-за того, что Он воскрес, Он заплатил за нас этой важной ценою, дорогой ценою. Как я уже сказал, что до этого некоторые силы не были высвобождены в духовном мире, а после его воскрешения сейчас, да, мы все это имеем. В общем, послание к ефесянам говорит о трех вещах, о трех единствах. О трех единствах. Которые Господь Бог сделал через воскресение Мессии Ишуа. Первое единение — это между небом и землей. Об этом написано в первой главе. Во втором, в третьем и в четвертой главе. И в пятой. Говорится о единении между евреями и неевреями через Мессию Ишуа. И в пятой и шестой главе говорится о единении между мужем и женой. Вот эти три вещи, о которых Шауль учит в послании к ефесянам. Остальные вещи — это какие-то дополнительные вещи, которые помогают понять вот эти три главные. Очень важно, что-то интересное. И когда Шауль говорит о том, как Ишуа соединил небесные вещи, духовные вещи и земные. Он говорит, для того, чтобы понять вам это, помолитесь и попросите у Господа Дух Премудрости. И в первой главе есть пример этой молитвы. Если мы молимся и просим Дух Премудрости, каждый в своем понимании поймет, о чем здесь говорится. Во второй, третьей, четвертой и пятой главе Он говорит о важности Единение между Израилем и язычниками. Также там написано, молитесь о Духе Откровения, потому что без этого невозможно понять дальнейшие вещи. И мы видим, что уже более двух тысяч лет существует так называемое тело Мессии. И есть до сих пор недопонимание между язычниками и евреями. Есть какие-то взлеты и падения вот в этом понимании. В истории даже есть некоторые направления церкви, которые на каком-то своем этапе приближались к народу Израиля, потом снова отдалялись, потом снова приближались, отдалялись. И вот в последний век мы видим, что церковь протестантская, в основном она понимает, что, о да, без Израиля мы все-таки не можем двигаться. И помните, две недели назад я взял в руки такой нож большой, китайский. И я вам объяснил, где мы сегодня на этом ноже находимся как община. И вот это тело, которое включает в себя и евреев, и неевреев, у этого есть особенная цель и особенное понимание, важность. Важная, главная цель — это разломать, разрушить вот эти стены, вот эти силы, как вавилонские силы, которые противостоят истине Божьей. И я хочу здесь что-то вам сказать, и говорил я уже об этом много раз, что враг — это не сатан. Сатана — это тот, который просто выливает еще бензина на тот огонь, который люди уже сами зажгли. Если мы не зажгли этот огонь, то огня нет. У многих людей есть такое оправдание, ой, бес меня спутал. О, я сделал какую-то ошибку, потому что просто сатана меня соблазнил. Это ты, это твоя вина, это ты сделал этот грех, твоя похоть, и просто сатана еще больше долил туда огня, бензина в этот огонь. Сатан именно для этого и создан Господом Богом, для этой цели он создан. Для того, чтобы испытывать тебя, чтобы ты был искушаемым и укрепился. Но мы не любим с вами искушения. Иешуа научил нас, как молиться. Не веди нас в искушение. Не веди нас в искушение и в зло. Так очень важно молиться и понимать это. И последнее, третье единство, которое Шауль говорит нам в послании к Ефесянам, между мужем и женой в семье. Об этом мы сегодня будем учить. И что-то очень важное. После вот сегодняшнего урока отношений между мужчиной и женщиной, Шауль нам говорит, не молитесь. Он не просит, он не просит нас молиться за Дух Откровения. Вот в этом ключе. Он говорит, боруйтесь, да? Укрепляйтесь в себе оружие Божье. Потому что в семейных делах есть различные обстоятельства и ситуации, что вот в этих ситуациях не только Дух Божий нам нужен, чтобы мы в постоянстве пребывали в Слове Божьем и изучали Божье Слово. Тогда мы увидим благословение от нашей семьи. Давайте будем двигаться и учиться. Прежде чем я иду к семейным делам, я хочу дать общий пример. Я надеюсь, что вы поймете меня. Мы знаем, что весь мир — это как пирамида, и вот вершина пирамиды — это Господь Бог. А все остальное в этом мире существует, потому что Господь Бог послал какие-то силы в различные сферы. Если мы совершаем правильные поступки, то и добро нам возвращается. И, конечно, если мы делаем злые поступки, то и мы зло получим в ответ. Из-за того, что Адам и Ева согрешили, и вот был такой дисбаланс во всей этой системе. И тут мы видим, что даже сегодня, когда ты делаешь всегда все добро, иногда бывает все равно в твоей жизни проблемы. Это нам трудно понять. Но мы знаем, что в итоге, в конце нашего пути, нам будет хорошо, потому что это обещано нам через Мессию Ишуа. И вот это управление называется монархия. Там, где Господь, Он царь, и во всех других сферах подчиняется Его закону. Но на земле, по государствам и по странам, не всегда вот эта монархическая структура, она хорошая, добрая система. Я помню, что в 90-х годах, особенно в харизматических церквях, и также учили о том, что община, церковь, это тоже система такая же монархическая. И вот пастор общины, он как диктатор в этой структуре. И это поспешствовало или дало мотивацию. И это было во многих общинах, что пастор, он где-то там наверху, на сцене, а мы чувствуем себя, как мурашки маленькие, смотрим снизу вверх. Кто помнит такие вещи? Поднимите руку. Я вам хочу сказать, это полная глупость, и это даже грех. Мы все с вами на одном уровне. Конечно, есть структура. Есть уважение и почет старшему, но не поклонение. Так даже не поступали ангелы. Помните, Иоанн упал в ноги к ангелу, и ангел сказал, эй, эй, встань, встань, я не Бог, только Богу нужно поклоняться. И на земле есть различные структуры управления. Есть такое, называется, мода. И вот давайте сейчас будет везде монархия. И вдруг выстраиваются такие структуры монархические, там, тут мы это видим. И потом раз появляется период, когда все за демократию. И мы это видим даже в Танахе. Вот народ Израиля вышел из Египта, и у них образуется что-то вроде демократии. Помните, да, судьи. И есть различные управляющие, которые управляют различными людьми. И это совсем не монархия. Но вдруг И вдруг народ начинает вопрошать Бога и говорит, дай нам царя, дай нам царя, мы хотим быть, как и все другие народы. Хотите другую рубашку, нате вам, пожалуйста, говорит Бог. Но это вам дорого будет стоить. Хотите царя, будете платить ему налоги, у него будет армия, будет охрана, и все это с вашего кармана. И вот мы видим, эти вещи, они как мода, они меняются из поколения в поколение. И мы тоже знаем, что, например, 20 лет назад весь мир мечтал о демократии. Мы все хотим быть, как Голландии. Мы видели вот эти различные перевороты в России. И даже хотели из Ирака сделать, как и Нидерланды. Помните, Венесуэла и Куба. Где-то они преуспевали, но в основном нет. Иногда это подходит, иногда это не подходит. Но Слово Божье Слово Божье может работать в различных структурах, которые мы сами выбираем, потому что Слово Божье живо и действие навсегда. Слово Божье мы можем использовать при любых обстоятельствах, при любой рубашке, которая на нас одета. Сейчас вы поймете, почему я это говорю. Отношения между мужчиной и женщиной тоже меняются эти отношения, как и мода со временем. Во времена отца Авраама у женщины, скорее всего, не было такого сильного уважения к женщине. Мужчина взял себе жену, потом взял себе наложницу, потом еще кого-то. Но потом мы смотрим, и есть изменения в различных местах земли. Если мы смотрим историю Греции, вдруг там рождается феминистское движение. Это то, что произошло сто лет назад в Германии. И вот такие властные женщины, они принимают какие-то решения, а у мужчины нет силы против этого. И вот Павел пишет таким письмо. Эй, вы, женщины в Каринфе, почему вы так себя ведете? Покройте свои головы покрывалом. Нельзя вам быть такими феминистскими, как в других странах. Потому что это влияет или портит внутри семейные отношения. Вот мы, посланники Фесянам. Тут очень важные похожие вещи. И иногда люди понимают слово в слово. Поэтому возникают семейные проблемы. Давайте откроем и почитаем. Эфесянам 5, 22 стих. 5 за 22. Я же читать. Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу. Я посмотрел иврит, думал, может быть, там что-то по-другому, но также и на иврите написано. Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу. Когда я читаю это слово, это мне немножко мешает. Почему? Тут как бы написано, что жены якобы должны прям поклониться мужьям, как Господу. Повиноваться, то есть, открыть, полностью поклониться мужу. Почему я вам рассказывал про моду структур в мире? Скорее всего, это также было у Ефесянам. У них вдруг родилось феминистское движение, оно поднималось. И вот Шауль пытается сбалансировать это. И, друзья, мы не должны именно точно подчиняться вот такому пониманию, как здесь слово в слово повинуйтесь. Потому что есть другие примеры в Священном Писании. Например, Господь сотворил для Адама жену Еву. Помощется противоположное ему. противоположное не такой, как он, не абсолютно похожее на него, но она напротив него, противящаяся ему. Противоположное, не противящаяся. Противоположное лучшее слово. Лучше, наверное, на современном иврите или по-русски сказать дополняющая его. не ниже него на уровне его глаз помогающая ему, дополняющая его. Точно так же можно сказать про человека. Он ее помощник, дополняющий ее. Потому что из двух получится одна плоть. Пожалуйста, поймите меня. нет в супружестве какого-то давления, властвования. И когда есть вот такой перегиб в мире, и тогда Священное Писание дает как пощечину для того, чтобы выровнять эти вещи. потому что в чем сила феминистов? Что женщина, она может все, она может летать на самолетах. и что ты думаешь, после всего этого, то, что ты там, ты сможешь родить нормально ребенка? у каждого есть свое место. Один дополняет другого. Когда мы знаем свое правильное место, и нет перегиба, тогда приходит гармония в семье. Женщина делает максимум, что она может, и мужчина делает то, что он может. И вот с помощью этих двух они двигаются вперед. Конечно, это приносит большие плоды. Это не только дети, также все вокруг этой семьи. Успех. Конечно, не все так вот совершенно в этом пути. Есть вещи, которые нам нужно научиться. И когда тут написано «Жены, повинуйтесь своим мужьям», нам нужно именно понимать с какого уровня или с какого ракурса это слово говорится нам. потому что дальше говорится «Мужья, любите своих жен», как и Мессия возлюбил церковь и предал себя для нее. «Мужья, когда женщина очень сильная, тогда мужчина становится ленивцем. ленивцем?» Да если она справляется с этим, пусть делает. У меня есть 185 телепрограмм в телевизоре. Если она справляется со всем, пусть делает, а я посмотрю. Еще они перестали пиво продавать в магазине. есть телевизор. Пусть она все делает, а я пивко попью. Вы понимаете? Если она захватывает всю эту территорию, тогда мужчине нет места. То же самое наоборот. Но когда мы просим у Господа Бога истинного пути, и вот этот путь мужчина и женщина совершают вместе, и каждый вот именно берет на себя ту ответственность, где он лучше, и тогда приходит гармония. Я уже не раз читал следующие стихи в нашей общине. Это очень похоже на то, что написано в книге Бытие в первых и вторых главах о том, как человек должен относиться к мужчине или к женщине. Книга Осия, пророк Осия. Вторая глава 15-16 стихи. И тогда лет тихо тройки по умолчанию в телефоне. Все возвращаем так, как это было выпущено на заводе, так, как он был создан. И тут написано «Я верну вас назад». В преддверии надежды будете петь так, как в дни юности твоей, в день выхода твоего из земли египетской, и пасук шешес ремёд мянин. Шестнадцатый стих очень интересный. И будь в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня. На иврите написано «муж мой», а на иврите «ищи». Ишь. И будешь меня больше звать Баали. На русском написано «мой муж», а на иврите написано «ищи», что означает «и не будешь меня больше звать Баали». И не будешь меня больше называть Баали. Не будешь называть меня «мой господин». Баали — это мой босс, мой господин. Но тут написано «скажи мой муж». Сейчас урок иврита для тех, которые знают иврит чуть хуже меня. Ишь — это человек, а Ишьа — это женщина. Ишь — это мужчина. Ишь — это женщина. Как пишут Ишь? Алеф, Юд и Шин. Алеф, Юд и Шин. Три буквы. А также пишут и Ишьа — женщина. Алеф, Шин и Гей. Три буквы. Есть разница на иврите этих слов. У мужчины есть Юд. Буквка. А у женщины есть Гей в конце. И если мы посмотрим на смысл этих слов, у буковки Юд есть направление, сила, цель. Какая-то даже война, которая направляет нас вперед. А у Гей есть стабильность. Гармония. Комфорт. Благость. Утешение. Смотрите. У мужчины эти вещи, они из него делают воина. Того, который первопроходится, идет вперед. А женщина — это та, которая приносит стабильность, спокойствие, благость семью и вообще во все сферы. Это происходит, если муж и жена, они приносят царство или присутствие Божье в свою семью. потому что две буковки Юд и Гей — это и буквы из четырехбуквенного имени Божьего. если муж и жена работают над тем, чтобы Божье присутствие было в семье, будет хороший прогресс, и будет динамика вперед. Победы, благословение, удобство, комфорт. А если вот эти Божьи буквы, Божье присутствие, убрать из семьи, остается Алиф и Шин. Остается две буквы, которые значат Алиф и Э. Алиф, Алиф и Шин — это Эш, огонь на иврите. Огонь, который сжигает семьи. Сейчас есть большая проблема разводов, потому что семейные пары просто не могут выдержать тот огонь, который на них спадает. Но если в семьях есть буковки Юд и Гей, если мужчина не превозносится над женой, делает то, ради чего Господь ему дал эти благословения, таланты. А жена смотрит на мужчину на уровне глаз и уважает его. Поэтому тут слово «повинуйтесь», а я думаю, оно имеет немножко другой вкус, смысл вот в этом предложении, это уважать. Это сказать, ого, у меня есть хороший муж. Да, у него есть некоторые проблемы. Может быть, когда-то в хорошем настроении я могу прийти и ему это сказать. Да, он изменится, может измениться. А может и нет. Но я готова принести мир и благость вот в эту ситуацию. А мужчина своими мужскими глазами смотрит на жену. Я готов пожертвовать собой ради тебя. Я люблю тебя. Да, любовь — это жертва. Да, может быть, не всегда я справляюсь со всеми делами. Я понимаю, что если я буду это делать, то это исправит эту ситуацию. Я пожертвую себя ради любви. Собою. Мы вместе приглашаем Духа Божьего. И даже проходя какие-то проблемы, ситуации, обстоятельства, мы вместе продвигаемся. Если этого нет, то взрыв. Взрыв. Огонь. Все сжигающий. Если мы можем работать над этим единством между мужчиной и женщиной, то это созидает благословение не только для нашей семьи, также для нашей общины, нашему окружению. Нашему народу это приносит благословение. И вот я тут задаюсь вопросом, почему Шауль решает говорить об этих единствах? Он начинает издалека об этом говорить. Начинает говорить между единством небес и земли. между народом Израиля и языческими народами. И только потом говорит о семье. Может быть, стоило начать наоборот, с семьи. Я не понимаю, почему именно так он начал. Но когда у нас есть гармония и благословение внутри семьи, И Шауль говорит, что тогда этот секрет, он относится, или вот эта тайна, она откроется общине и народам. Тристорой стих. Тайна сия велика. Я говорю это по отношению к Мессии и к телу Машеха. Это значит, что когда мы стараемся совершить вот эту гармонию внутри нашей семьи, мы задействуем какие-то силы. Это такие большие силы, которые влияют также на окружающих и на Божьих детей. И это также влияет дальше на другие народы. И влияет дальше даже на небеса и на небо. Я не знаю, если вы поняли меня. Тут есть тайна, что из чего-то маленького вырастает великое. Если мы прилагаем усилия для этого, то мы видим, что это благословение изливается также и на наших детей. Дальше об этом говорится. 6 глава 1 стих Эфесянам. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. Всегда есть проблемы между отцами и детьми. В школе мы учили произведения отцы и дети. Это всегда такое существует. У пророка Малахия написано, придет день, наступит день, когда я верну сердца, обращу сердца отцов к детям, а детей к родителям. это произойдет только тогда, когда между мужем и женой, мужчиной и женщиной есть эта гармония. Потому что если дети видят конфликт все время, о каком уважении может быть родителем идти речь? Дети только хотят убежать из этой семьи. И потом в своей личной семье они совершают те же самые ошибки, что видели в доме отца. К большому сожалению, процент разводов в семьях, где родители были разведены, он очень велик. дети видят в родителях пример, что родители развелись и они позволяют это делать сами, себе. Посмотрите, какая большая ответственность лежит на доме. Это то, о чем мы должны во-первых размышлять. Это влияет на следующие поколения, также это влияет на небеса, на исправление общего мира. И Шауль очень здесь говорит об этом внятно. И он говорит с 10 стиха. Друзья, семья это такая важная вещь. братья, укрепляйтесь господом и могуществом его, в семье. Облекитесь во все оружие Божие, дабы вам можно было стать против козни дьявольских. и и и это когда сатан пытается разрушить какие-то вещи вашей семьи, чтобы вы стояли защищали свою семью. Потому что когда двое принимает какие-то решения, всегда могут возникнуть разногласия, недопонимания, но там, где Дух Божий, там будет мир, и не будет силы от сатаны, который подливает масло в огонь. И тут написано противостояньте все оружием Божьим. Далее написано что наша брани против крови и плоти. И тут список каких-то сил против которых мы должны противостоять. 14, 15, 16 стих 6 главы я читаю. Итак, станьте припоясов через славу вашу истинную, облекитесь в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. И больше всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божье. Я думаю, что то, что мы только что прочитали, это такая аллегорическая картина. Он это пишет эфесянам, грекам. и это здесь как бы образ воина, потому что они в своем понимании всегда представляли войну, это воин, и как противостоять во всем этом. но смысл здесь у вас есть Слово Божье, у вас есть страх Господень, и есть у вас взаимоуважение. Если эти три вещи вы соедините, то вы увидите, что все в вашем доме хорошо. Также эти принципы можно перенести в места, где мы учимся, где мы работаем. Если там мы используемся или пользуемся взаимоуважением, страхом Господнем, уважением друг к другу, то, что нам говорят Священные Писания, то все у нас будет сбалансировано. Может быть, ты начальник на работе, может быть, у тебя есть бизнес, и у тебя есть работники, и они не будут чувствовать себя под твоим давлением. Они каждый будут делать свою работу, и они будут чувствовать, что им это нужно сделать, как им должно. Они видят, что ко мне относятся хорошо, вовремя мне оплачивают, и есть баланс, гармония, и все рады. я хочу закончить. Я хочу закончить. Есть три типа единства, которых Господь через Шауля здесь показывает нам в книге Ефесянам. Если мы находимся в правильном понимании и в правильном месте в своей семье, то мы влияем на все. Знаете, может, мы не всегда можем понять это влияние на длинный срок на наше будущее. Мы может не понимаем насколько сильно это влияет вообще в мире, но есть от нас огромное влияние детей Божьих, учеников Мессии, детей Авраама. И мы должны относиться ко всему этому с страхом Господним. Понять, что в наших руках находится что-то очень-очень важное. И понимать, что милость Божья это не что-то дешевое. И поэтому Павел заканчивает послание к Ефесянам благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего. Без Его благодати невозможно продвигаться. Невозможно увидеть это влияние в будущее. Давайте встанем, помолимся. Отец Небесный, мы пред тобой. шарну это шира зод и на Хануку мы пели эту песню что каждый из нас маленький свет, но вместе мы большой великий свет. Ты даешь нам это. каждому быть на своем месте. Чтобы дальше умножить твое царство. Чтобы мы увидели как Царство Небесное побеждает царство этого мира. Я прошу, чтобы ты дал нам милости и благодати победить в этой войне. Укрепи нас во имя Ишуа. ИВАРХЕХА АДОНАИ ВАЙШМЕРЕХА ИЯЭР АДОНАИ ПАНАВ ЭЛЕХА ВЙХОНЕХА ИСАА АДОНАИ ПАНАВ ЭЛЕХА ВЙАСЕМ ЛЕХА СЛОМ ЭБА ТВАРХОТАНУ Вашем Ишуа Машיע ШАБАТ ШАБАТ СЛОМ Субтитры создавал DimaTorzok